Как минимум до пяти раз в месяц лабутнанские правоохранители регистрируют все новые и новые факты мошенничества. Несмотря на все предостережения, жители города не настораживают подозрительные сообщения. И почему-то они охотно расстаются со своими деньгами, даже не задумываясь, что собственными руками пополняют банковские счета ненасытных аферистов. Зачастую мошенники играют на беспечности самих же людей. Например, при смене номера телефона некоторые забывают отключить мобильный банк. Как правило, при отказе пользования услугами мобильной связи операторы передают неактивные абонентские номера новым пользователям, а вместе с ними и доступ к вашим деньгам. Клиент не отключил мобильный банк с телефона, который он не пользуется, и не подключил мобильный банк к другому телефону. И когда он пришел снять денежную наличность, он посмотрел, что на карте нет средств. Так как этот телефон перешел к другому клиенту, этот клиент просто воспользовался всеми его средствами. Мошенники могут похищать деньги с банковских карт и при помощи обычных смс-ок или звонков на мобильный. На днях Татьяна Истомина получила на свой телефон сообщение с текстом. Ваша карта заблокирована. Для разблокировки наберите. Дело в том, что я буквально за дня, за два, за три в соцсетях прочитала, что девушку так вот обманули. И как бы я просто не повелась и все. Но информацию не захотелось проверить? Нет, не захотелось. Просто еще мне потом приходило через дня два сообщение, что перейдите по ссылке, что я якобы что-то продавала и захотели обмен сделать. Хотя я ничего не продавала, но понятно, что это мошенники были и все. Если бы граждане так же адекватно реагировали на смс, как Татьяна, возможно, жертв мобильного развода было бы гораздо меньше. С начала года мошенники опустошили банковские счета более двух десятков лабытнанцев. Суммы финансовых потерь исчисляются сотнями тысяч рублей. Практически все жертвы говорят одно. Мы не понимали, мы как зомбированные шли и делали то, что нам говорят. Нам в голову не приходило, что набирая комбинации цифр, что мы фактически переводим деньги на мобильные телефоны мошенников, что на карты мошенников. То есть человек, ну как бы, они умеют так человека расположить к себе и обмануть, что фактически человек просто не перестает соображать и адекватно вести себя в той ситуации. Их задача заставить нас с вами добровольно деньги отдать, положить добровольно. И если граждане спокойно реагируют, без паники, задают им встречные вопросы, очень уверенно и спокойно, злоумышленники в этом случае, они связаны по рукам, потому что ничего нельзя противопоставить человеку, который контролирует себя. Очень хорошо играть на панике, на страхе, на каком-то чувстве восторга от приза или заставить беспокоиться человека в состоянии паники, люди парализованы. Они будут делать то, что говорит злоумышленник. Когда человек понимает, что на том конце провода мошенник понимает, что жертва уже на крючке, он никогда ее не отпустит, пока не получит деньги. Либо из рук в руки, либо на счет перечисленного будет средства. Он никогда не отпустит свою жертву. Его задача – получить деньги. В последнее время мошенники используют новый инструмент для взлома банковских карт – вредоносные мобильные программы. Причем интернет-пользователи самостоятельно загружают и устанавливают их в своих телефонах. В результате в смартфон попадает вирус, который, по сути, важную информацию делает доступной для посторонних глаз. Одно из наиболее распространенных – это сайт Авито у нас, где люди выкладывают периодические объявления о продаже различных ненужной техники, ненужных, например, вещей каких-то либо. Приходит смс о том, что «восмотрите, возможно, обмен там». Человек переходит по ссылке и по этой ссылке скачивает себе тут же программу предоносную. Тут же телефон блокируется, с ним невозможно ничто сделать. И начинается отправка смс. После этого приходят уже люди, узнают о том, что с их банковских карт были сняты деньги. Антивирусные программы и надежные пароли обезопасят мобильный телефон от вирусной атаки киберпреступников. А вот защитить свои кровно заработанные возможно с помощью страхования банковской карты. Услуга платная, зато в случае опустошения счета Сбербанк возместит все финансовые потери. Светлана Кель, Алексей Урженко, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».